Я как ребёнок верю в доброту, а дальше текста я не помню, поймал я строчку, но не ту. Эта маленькая оплошность не помешает ему достойно выступить на славянском базаре. А где было водица? Ведь петь он начал раньше, чем говорить, хоть и безумно боялся сцены. Очень трудно было готовить его к конкурсам и заставить его двигаться на сцене. И это не помешало педагогам в маленьком роботе увидеть профессионала. Мы участвовали во многих конкурсах. В этом году на славянском базаре наш конкурсант Артур Михайлов. Петь начал раньше, чем говорить. Дома был инструмент, ему нравилось подходить к инструменту, ему нравилось, когда я ему пела песенки, и он повторял за мной. Но она в сцену вышла впервые где-то в 6 лет. Да, я помню своё первое выступление, как сейчас. Это было в 6-летнем возрасте, дом культуры железнодорожников города Молодечно. Это была песня про мамонтёнка, да. Когда объявляли моё имя, фамилию, у меня большие глаза, я в ужасе, я боялся сцены, я не знал, что мне делать, как мне себя вести. И вот уже ведущий объявляет, и вот момент истины, я выхожу на сцену, и в последний момент я просто убегаю с криками, слезами. Я не буду, я не хочу. Трудно было его первый раз вывести на сцену, потому что всякий раз, когда его объявляли, он пугался и возвращался обратно за кулисой. Его объявляли несколько раз, и он, ну вот, ну всё-таки выступил он тогда. Как маленькому артисту ещё вручились огромные шикарные подарки, это был для него такой огромный стимул. Когда получил свою первую порцию аплодисментов, одобряющие глаза зрителей, вот, я понял, что это не так уж и страшно, и напротив это очень хорошо. Вот, и с этого времени стал чаще, чаще, и, как говорится, пошло-поехал. В 6 лет ещё я его привела в студию, в эстрадную студию «Живой звук» к Дмитрию Сушко. И начались Артушины первые конкурсы, потому что Дима человек очень инициативный, очень творческий, ему очень понравился Артур, он писал много для него сам, он подбирал ему очень интересный детский репертуар. Он с интересом занимался, был скромный, всегда слушал, что ему говорят, пытался, старался выполнять это всё. Ну, конечно, были и успехи, и неудачи. Был маленький столик, стоял микрофон, и там помещалось максимум два человека, вот, но, тем не менее, это уже тогда была студия, вот, мама привела меня тогда к Сушко, вот, после чего мы начали с ним хорошо работать, брали какие-то песни, ездили на конкурсы. Первая моя большая сцена, это был конкурс, да, это был конкурс «Земля под белыми крылами», когда мы поехали в Минск, во дворец республики, и там уже выступали. Участвовали, вот, «Земля под белыми крылами» в Музыре, международный детский фестиваль, был такой замечательный телевизионный конкурс, всем родом вздатинство, вот, «Одна земля», такой известный региональный конкурс, и многие-многие другие. Ну, были, конечно, и победы, были и поражения, но поражения тоже нужны для исполнителей, чтобы воспитать характер боевой. Мы уже начали думать о том, что будет дальше, то есть эстрадная студия – это хорошо, конкурсы – это хорошо, но в профессию, значит, направление какое, и изначально, ну, музыкальное наше училище, то есть, ну, другого, казалось, лучше и не придумаешь. Но вдруг перед самым поступлением он сказал, нет, я хочу все-таки заниматься эстрадным пением, и я еду поступать в Минск. Я вам скажу, вот, все то, что, к чему сейчас Артур пришел, он, конечно, достиг благодаря его упорству, благодаря только себе. Вот, появляются в интернете, кстати, комментарии иногда, что, мол, возможно, это там куплено, там, кто-то помог, что-то это… А, заявляю абсолютно точно, он все добился своими силами, и за это ему честь и хвала. Это был 2012 год, это тогда была такая первая проба, когда я подал заявку, первая работа с оркестром, то есть, тоже для меня это было что-то новенькое, работать с оркестром. Для меня было важно именно попробовать, почувствовать, что это такое, каково это петь с оркестром, ведь в оркестре сидит очень много людей, вот, и каждый из них со своим характером, с какой-то своей манерой исполнения. И оркестру нужно чувствовать, любого из музыкантов нужно не только вести оркестр за собой, но и в какой-то степени слушать, что играет он, и как-то уметь и подстроиться, уметь сделать что-то интересное. А где была водица, а где был селезень? Я просто, как в таковом сейчас поиске жанра, мне интересны все композиции, мне интересны песни разных стран, именно сравнить характер песен. Так довело, что я экспериментировал на французском языке, потом появились испанские какие-то композиции у меня, сербская музыка, она тоже отличается, она интересная, она необычная, поэтому нахожу в этих всех песнях какой-то определенный свой характер и сравниваю. Изначально шла подготовка к фестивалю в Молодечно и к конкурсу молодых исполнителей странных, да, в Молодечно. Поэтому песни выбирались изначально для того конкурса. Когда же стал вопрос участия Артура в отборчатом туре «Славянского базара», значит, ну, сначала нужно было просто показать себя. Поэтому у нас у жюри он представил все песни, которые он должен был исполнять в Молодечно на фестивале. Аплодисменты «Славянского базара» Артура Михайлова Подготовка начиналась еще заранее, еще даже до отбора. И, ну, конечно же, в последующем, после отбора, сразу же, не откладывая в долгий ящик, я сразу же начал что-то делать, чем-то заниматься, работать, работать и работать. Это самое важное для артиста – подготовка. Как и мы в свое время тоже проходили через конкурсы. Конкурс – это великий опыт, я вам скажу, потому что это не только проверка своих сил и своих возможностей, это и возможность послушать других, пообщаться, посмотреть. И это просто развивает и твой кругозор, и понимаешь, на каком ты месте, и к чему тебе нужно идти, к чему стремиться. Конечно, конкурсы для любого исполнителя, они дают очень много. Когда он прошел финал, когда все-таки решили, что он будет представлять в Беларуси на Славянском базаре, тогда, конечно, репертуар немножко изменили. С учетом того, что, во-первых, нужна была третья песня для полуфинала, вот, нужен был мировой хит. Я ищу песни, которые на данном, допустим, этапе мне невозможно спеть. Работаю именно над ней, и когда она у меня получается, тогда я получаю огромное удовольствие. И поэтому считаю, что песни должны быть в какой-то степени сложные. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вовремя, проходите. Мы, конечно, исходили из индивидуальных особенностей Артура, и мы ему подобрали стрижку, подобрали ему укладку. Сейчас мы с тобой будем работать. Все, присаживаемся в кресло, пожалуйста. В зависимости от того, какая будет песня, от ее характера, мы, соответствующий, мы делаем образ. То есть, либо он будет более сдержанный, либо он будет более у нас какой-то динамичный, экспрессивный. Ну, то есть, вот, будем так подбирать. Ну, конечно, артист должен быть в хорошем костюме, ухоженном, опрятным. Но считаю, что, конечно же, артист – это не только какой-то яркий костюм. Вот, артист – это еще, конечно же, и исполнение, артист – это какие-то живые эмоции. Сейчас такое время, что зритель настолько искушен, что он хочет не только слышать хорошее качественное исполнение музыкального произведения, но он хочет еще видеть красивую картинку. И без этого никуда. Все наши идеи вместе мы воплотили во что-то единственное и создали ему три образа. Но пока еще думаем, может, это будет три образа, может, это будет только два костюма. Костюмы тоже старались сделать яркими. Спасибо трезвому уму за то, что в жизни я иду без мыслей скверных. Ищу тебя среди безнравственных и черствых. Я, как ребенок, верю в доброту. А дальше текста я не помню, поймал я строчку, но не ту. Каждое моё стихотворение – это не просто сесть и написать. Каждое стихотворение, наверное, это что-то прожитое в моей жизни. Это, наверное, все-таки поток каких-то чувств. Какие-то наброски, материалы, которые у меня сейчас на компьютере. Я хочу это как-то воплотить все. Ну и, конечно же, самое такое из важных этапов, которые будут в последующем – это песня для Евровидения и последующий отбор. Вот это мое желание, это сейчас моя такая цель. Мне нравится, как он работает. Мне нравится, что человек растет. Вы знаете, от того, каким он был и какая была проделана работа в вокальном исполнении, и то, что на сегодняшний момент, что он представляет. Талант – талант, но талант же нужно еще, знаете, обрамить в определенные рамки. Хочу видеть эффектное выступление. Хочу видеть его сияющие глаза на этом конкурсе. Хочу слышать все аплодисменты, которые будут звучать. Мы все – и члены жюри, и зрители. Все ждем от конкурса, как обычно, новых впечатлений, новых имен, удивления, ярких песен, профессионально и ярко исполненных. Ждем вот того необыкновенного, что должно произойти. Вот пока мы живем только славянским базаром, если честно, ну, как-то не строим планы, что дальше. Сейчас славянский базар. Сейчас нам нужен результат, хороший результат. Я могу сказать только одно. Я хочу ему ждать, как был выник. И будем шукать новую зорку нашей Беларуси. Не может страна, которая устраивает, посылать какого-то недостойного артиста. Это действительно очень профессиональный и очень достойный артист для своей страны. Минуты, часы, мгновения, они и волнующие, и счастливые. Именно так уже не повторится, будет иначе. Но этот фестиваль очень значимый. Я думаю, он добьется успеха. Я понимал, что я сюда попал, но мне до конца не верилось. Я был очень рад. Но сейчас у меня такая, вы знаете, я вот вижу, чего я хочу. Я подготовлен, я продолжаю готовиться. И у меня есть четкая цель. Субтитры создавал DimaTorzok